Атмосфера — это самое главное, что у вас есть. Понимаете, вот почему, допустим, в одном коллективе люди легко работают, а в другом вообще не хотят работать? Это зависит от атмосферы. Атмосферу создают люди. И как бы однозначно будет какой-то человек недовольный в любом коллективе. Но вопрос только степени. Если степень очень высока, и он постоянно бубнит, то и атмосфера такая, что у людей теряется энтузиазм работать, потому что он гасит этот энтузиазм, гасит. Вот представьте себе, допустим, идет лекция. Вы внимательно слушаете, записываете, и какой-то человек сидит и постоянно портит атмосферу. Ну, не имеется в виду на уровне воздуха. Ну, то есть он там насмехается надо мной или что-то говорит. Вам приятно будет слушать лекцию? У вас будет хорошая усвояемость материала? Я буду нормально, расслабленно себя вести, спокойно? Нет. Вот это и означает. Вот прямо на этом семинаре, вот здесь вот на первом ряду, сидел один мужчина, уважаемый, он был в духовных одеждах. И он не давал мне сказать ни одного слова. Мне пришлось этого уважаемого человека выгнать из зала. Ну, это было несколько лет назад. И я это сделал, потому что у меня не было другого выхода. Я пытался с ним как-то договариваться. Ну, не то, что сразу я увидел, что он спорит со мной. Но он как на правах как бы Аксакала, старшего, пытался комментировать все, что я говорю, не поднимая руку. Я говорю, ну, может, вы прочитаете лекцию? Он говорит, конечно. И я говорю, ну, надо спросить у людей. Они говорят, нет, мы его слушать не хотим. Но это все закончили. Ну, примерно так. То есть, если человек мешает, он создает плохую атмосферу, то нужно просто ему подарить весь мир. И в этом нет ничего плохого. У вас же есть цель какая-то в жизни, кроме благотворительности. Вы даже должны коллектив за собой вести. Как поощрять и наказывать подчиненных, чтобы их не испортить? Наказывать сотрудников всегда нужно только на основании закона, который вы создали в коллективе и который все одобрили. Этот закон должен быть всем известен и подробно, детально разработан. Это нужно для наказания, потому что каждый пункт закона люди сначала должны принять в своем сердце, а потом уже дальше жить все вместе. Это принятие происходит на собрании. То есть, нужно собрать людей хотя бы для того, чтобы объяснить закон. И если они хотят с этим законом жить, они скажут об этом. Может быть, его подкорректируете или просто человек уволится, потому что ему не нравится это все. Но если человек уже совсем согласен, то дальше вы просто апеллируйте законом. Не нужно человека психически давить на него и заставлять его принять наказание, а просто говорить, вот у нас так, что делать? Вот такой закон. Второе, наказывать человека надо не сразу во время происшествия, а когда вы уже простили его в уме. Иногда бывает так, что руководитель не успевает простить человека и наказывает сразу, в пылу как бы. Так часто может быть, потому что мы не всегда себя контролируем. В этом случае нужно извиниться перед ним потом, когда ты придешь в себя и объяснить ему, почему так. Сказать, что я не прав к тебе с точки зрения эмоций, но вот, к сожалению, я не могу тебя не наказывать. Это исправит ситуацию, но не полностью, потому что осадочек останется. Поэтому лучше всего, увидя ситуацию, всегда скрипеть зубами и отходить. Потом в молитве или какой-то должен быть у вас способ какой-то, когда вы принимаете человека, перевариваете. Когда вы его приняли, переварили, дальше объявлять наказание. Обычно так бывает, если вы приняли перед человека, думаете, ну ладно, я его принял, зачем теперь наказывать? Пускай живет дальше. Вот это уже опять неправильно, это перегиб в другую сторону. Если ты пересилил себя, принял человека, наказывай обязательно, потому что есть разные виды наказания. Самый простой вид наказания, которого люди вообще не пользуются, это дистанция. Вот, допустим, вы всегда обращали внимание на человека, и он это ценил, а надо на своих подчиненных обращать внимание. Даже люди в страсти нуждаются в этом. То есть есть три типа внимания. Есть близкое внимание, когда ты что-то сокровенное говоришь человеку. Есть доброжелательность, а есть... Есть доброжелательность, а есть... Ты показываешь, что ты его не хочешь убивать. Ну то есть если ты как бы видишь человека и здороваешься с ним, проходишь мимо, он понимает, что как бы убивать никто не будет, иначе все нормально. Это невежественные люди. Если ты ему улыбаешься, здороваешься, он сразу же начинает наглеть тут же. Невежественный человек. Он не терпит доброты вообще. Приведу пример. Я когда приехал в Индию, я увидел обезьяну. Обезьяны, у них невежественное сознание. Есть животные в страсти, благости в невежестве. Я подошел к обезьяне и улыбнулся. Это была моя ошибка. Потому что обезьянам улыбаться нельзя. Когда я улыбнулся обезьяне, она не выдержала эту эмоцию и так... И чуть на меня не бросилась. Но если бы я подошел к ней и не улыбался, все было бы нормально. Лучше на них вообще не обращать внимания, и тогда будет еще лучше. Так надо вести себя с невежественными людьми. Не обращаешь внимания, это самый лучший вариант вообще. Улыбнулся, твои проблемы. Он тебе тоже улыбнется, по-звоему буду. Допустим, ты ему улыбнулся, он говорит, «На че, Василий Петрович, улыбаешься, а? У тебя все нормально? Бабла хватает, а у нас нет». Понимаете? То есть лучше бы не улыбался. И сразу атмосфера создается определенная, что вот несправедливость у нас на предприятии. Люди в страсти нуждаются в добром взгляде. С ним не надо об абсолютной истине говорить. Им нужен просто добрый взгляд. «Здравствуй, Василий Петрович, я рад тебя видеть». Чуть-чуть приобнять человека, добрый взгляд. Никаких личных бесед. Просто поздоровался, пошел дальше. Дальше деловые отношения. Люди в благости нуждаются в твоей искренности. Он должен видеть, что ты ценишь его верность. Нужны какие-то слова серьезные. Как у тебя дела? Как семья? Как твои цели в жизни? Две минуты. Достаточно. На много-много дней этому человеку. Итак, наказание не сразу. Это очень-очень важно. Человек провинился, нужно срочно наказать. Успокойте себя. Успокойте себя. Это очень важно. Потому что если вы не успокоите себя, то он не будет воспринимать наказание как правильное что-то. И никто не будет воспринимать. Все будут воспринимать ваши эмоции. Все будут воспринимать ваше насилие. Насилие как основу поступка, а не наказание как основу поступка. Наказание нужно, потому что оно указывает на порядок. А насилие всегда указывает на то, что ты не любишь людей. Значит, ты не имеешь права наказывать просто и все. Поэтому наказание всегда должно быть добрым с точки зрения ваших эмоций и может быть очень строгим с точки зрения самого наказания. Продолжение следует...